Дефицит воды актуален для некоторых сел Карагандинской области. Жители поселка Курлес вот уже долгие годы живут без нормального водоснабжения. Единственный источник – водоколонка. 20 минут неспешной езды от Караганды и туристу откроется совершенно другая картина. Очередь у водоколонки как ежедневный ритуал. Уже несколько лет жители поселка Курлес используют единственный источник живительной влаги – колонку. По словам местных жителей, с 2014 года им обещают провести воду. Но результата работы Акимата еще нет, жители возмущены. В этом году нам обещали, что 2017 год – это наш год, год нашего села. Что сюда выделили несколько миллионов наличных денег и что у нас будет воду делать. Как вы видите, воды у нас до сих пор нет. Проблема в том, что зимой нам очень тяжело. Воду таскают не только молодые, воду таскают наши бабушки, дедушки. Здесь вы сами знаете. У нас, например, когда сильные бураны, здесь вообще дороги не бывает. Сначала сказали в 2014-м, что будет вода. Проведут воду. В 2014-м прошел. Потом сказали, что в 2015-м году. Потом опять обещали в 2016-м. И теперь говорят в 2017-м году. Вот дожили как-то до 2017-го года. И где теперь вода? Ну, Акимат приезжает, он что нам, золотые горы обещает и все. Мы воду, например, за все мы платим, например. Например, сейчас нам, если воду проведут, мы готовы. С счетчиком пусть дам. Лишь бы вода была в доме. После Советского Союза все осталось бесхозной. Так как отец был управляющим, взял это в свои руки, признался Ербулат Сериков. Местным жителям все же тяжело с одного конца поселка в другой конец каждый день ходить за водой. Было предложение провести воду в каждый дом. Но для этого нужно передать воду государству. Предприниматель собрал документы и сдал их в Акимат. Но оказалось, все не так легко. Теперь говорят, чтобы водопровод завести в каждый дом, надо сдать, что государство не может частнику делать. Я эту воду сдал, чтобы людям домой воду завели. Они мне так сказали. А теперь они говорят, не будем водопровод менять, линию, будем только развилку делать. А линия сама сгнила. Вот в чем сам водопровод, 3 километра 700 метров, они сгнили. На эту проблему в Акимате дали такое объяснение, что документы официально еще не предоставлены. Чиновники заявили, что по закону переход документов от частника государства занимает время около двух месяцев. В поселке Курлы с водоснабжением находится в частной собственности у Ерболата Канатовича. Сейчас этот человек передал нам все необходимые документы и доверенность на воду. Теперь из бюджета выделят деньги для проведения ремонта. В Акимате все же обещали выделить деньги, сделать ремонт. Но это будет лишь к осени. Жильцы с недоверием относятся к словам властей. Ведь чиновники уже не раз давали такие обещания.